На протяжении 7 дней в итальянском городе Фаэнса за титул чемпионки Европы сражались лучшие спортсменки, чей возраст не превышает 18 лет. Беларусь на континентальном форуме представляли две наших землячки – Алина Максимова и Анастасия Енотова. Воспитанница УОРа Алина боролась весовой категории до 69 килограммов. На пути к финалу девушка не оставила шансов представительницам Румынии и Германии. В решающей схватке Максимовой противостояла спортсменка из Венгрии. Допущенные оплошности, несмотря даже на равную и упорную борьбу, не позволили Алине подняться на высшую ступень педестала. Как итог – звание вице-чемпионки Европы. Наверное, не хватило уверенности в себе. Была ошибка допущена и буду над ней работать. Я старалась прийти к этому, но, конечно, не к этому. Хотелось бы лучше, но так получилось. Сейчас будем стараться на мире отбороться получше. Еще одна представительница Бобруйской школы борьбы Анастасия Енотова выходила на ковер весовой категории до 49 килограммов. В предварительных схватках Настя заставила капитулировать спортсменок из Румынии и Азербайджана, но за выход в финал уступила представительнице России. За недочет, то, что я плохо защитилась, допустила ошибку, поставила цель только защиту от ног. Но я пропустила также ее коронное действие в корпусе и пропустила бросок на прогиб. В борьбе за третье место Енотова не оставила шансов украинке и положила в копилку сборной бронзовую медаль. Обе девушки борются с юных лет. Позади победы на всевозможных стартах в республике. Нашим спортсменкам уже давно нет равных в синяокой. Тренер Ваграм Аганисян не скрывает, на чемпионат Европы ехали только за победы. Но серебряные и бронзовые медали – шаг вперед и стимул для дальнейшего развития. Хотелось бы, конечно, золота. Каждый тренер, каждый спортсмен об этом мечтает. Но сложилось, как сложилось. Слава Богу, за эти медали я благодарен и им, благодарен первым тренерам. Уже сегодня девушки отправились на очередной учебно-тренировочный сбор, где им предстоит подготовка к чемпионату мира. Он пройдет в Болгарии в конце июля. Ну что ж, пожелаем удачи нашим землячкам. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.